второе видео 9 августа о клумбочке с хвойнички и хосты гехермой смотрите хоста вот в этом году вообще не дала рост потому что в прошлом году она была вот эти она закрывала после прошлогодние посмотреть видео то вот эти болтики она закрывала то есть она высоченная в этом году почему-то либо все-таки наша бешеная жара этого года дала либо вот это тоже больнуха вообще прям больнуха прям нехорошо конечно они любят более холодное время более холодный климат на юге конечно им сложно и гехеркам гехерки не все тоже некоторые вроде сейчас покажу некоторые вот они гехерки прям отлично выглядят хорошие костики красивенькие вроде нормальные есть гехерки которые ну совсем вот они дохленькие 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 вот вроде хорошо выглядят а вот некоторые прям дохленькие ну осенью они нарастут и конечно осенью буду снимать видео посмотрите какая разница между летними хостами гехерами но хоста нет хосты вот они в принципе только перекраситься нарастать сильно уже не будут а гехеры они нарастут и будут картинками красивыми большими стоять это моя мои коники ой коники господи заходи я видео снимаю это мои колумны то и колумны которые видео есть я выстригала и ножки чтобы нижний ярус чуть-чуть освободить чтобы хостом гехером был побольше места это мой чупа чупсик взрослая туйка которую я купила спасла ну не только спасла ну да они они пых вырубили дедушка там с бабушкой собирались асфальтировать и там росли вот эти две туйки вот одна и сформировала как неваляшкой такой и вторая вот чупа чупа чупсом они взрослые были уже две взрослые обычные туи я уже выстригала сама думаю не думали что спасем ну как я-то надеялась конечно что они выжил взрослые летом я же говорю у нас везет нам вот эти мы туйки спасли летом вот та у нас елка которая вот большая наша голубая ель вот она мы ее тоже летом тоже взрослую там тоже они только не асфальтировали пристройку собирались делать и мы тоже убирали эти елки и мы приехали выкопали с мужем тоже летом жара юг все говорят просто сажать нельзя взрослые растения вообще не не выживают но мне все тву 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 все выжила пересадила я маус ушки мауса хосточку и здесь все-таки солнце попадает чуть-чуть и вот она все равно получает ожоги либо то что только пересадила еще корневая сильно не отросла либо все-таки надо было ее оставлять на месте некоторые гехеры вообще прям красотки и не скажешь что было 50 градусов жары красивые какие кустики а некоторые конечно дохлики и дохлики на горы это до осени осенью будет красоте и вон они уже маленькие начинают отрастать листики посмотрите на мои молящиеся ручки как я рада что я ее пересадила что я рискнула она у меня росла вот где колумна вторая стоит вот тут вот и там колумна еще была не на ножке и она там росла ей было видать темновато все таки ну хотя я читала что их желательно прям в тень в тень ну вот я смотрела смотрела несколько лет два года получается за ней она прям там не росла здесь уже вот я пересадила два листика было а сейчас уже прям наросла она они очень медленно растущие такие очень проблемные но я очень надеюсь что все таки она ей здесь комфортно хорошо себя чувствует вот дальше что здесь показать ну хосточки вот хорошо вроде не неплохо ну тоже вот смотрю пятнышки как ожоги есть хотя здесь вообще солнце на нее не попадает но жара была жара была конечно бешеная у нас этот год это просто он гихера дохлик задохлик вообще задохлик игры некоторые прям хорошо выглядят хорошо себя чувствуют такие а некоторые дохлик задохлик обычно состригают все цветоносы потому что вот этот мусор вот я прям не нравится этот мусор в этот год что-то и у этого не состригла и вот там хвоста сейчас покажу мелко листная тоже кстати она жарко видать ей вот это тоже прям мусорная ну один мусор не нравится мне это вообще надо состригать тюремон тоже отрос тоже эти приростики прям много приростиков красоту брунера вот я же пересадила брунера здесь конечно гораздо лучше чувствует здесь тим вот если там вообще сильно горело то здесь уже хоть листики он на листики похуже все-таки место хорошая под мэри тоже мэри зарос есть видео совсем недавно я не знаю месяца полтора назад я приводила его в порядок выстригала все чтобы ему больше воздуха было и сейчас уже опять зарос опять такое сплошное сплошная стена надо опять брать опять надо застригать заниматься всем такая жара что просто невозможно заниматься я в 6 утра еду на работу я сотрудник еду на работу там все поливаю все привожу в порядок потому что днем это просто невозможно сделать и на дом у меня уже не хватает времени вечером начинаем все поливать начинаем все стричь пока не сегодня вот пасмурно небо такое пасмурно у нас при том что почти под 40 градусов ну хотя бы ветерочек и небо пасмурно уже уже не так все равно не так жарит это вот высоченный уже какой плюсик красивый такой получился стеночка такая прям здорово смотрится гехера вот гигантская которая моя тоже кстати жара она низкая она в прошлом году гораздо высшим было а в этом году за счет жары скорее всего все таки не поднимает она высшие листья но я так думаю осенью она поднимется потому что гесеры они в весеннее осеннее время это прям их не прям вообще красавчики косточки маленькие ушки микки мауса на меня вот с такими желтыми вкраплениями сперва я думала что она больная потому что я не найду таких я не найду в описании чтобы была вот такая хоста ну во первых крохотные они меньше чем вот те мауса листики вот пластина пластина вот это листовая у этой гораздо меньше куртинка курт не куртинка именно размер листа а у той чуть покрупнее все вот и я не найду таких и думала что все-таки больное но когда она уже четыре года у меня растет и каждый год она такой я понимаю что это все таки у меня какой-то сорт вывелся самостоятельно мне все надо его убирать уже отсюда временно посадила укоренить он укоренился он попер уже везде оставила за эти цветоносы я не знаю что вот с этим делать посоветуйте кто знает что мне делать вот с этими семенами коробочками вот этими семенами это вот сажают их не сажают вообще не бросать жасмином пахнет он такой пахучий такой нежный запах вообще красотка хосточка это я формирую пираканту дерево такая стволик вот оголяю его постоянно стволик чтобы вы здесь деревца формирую ветки за загибаю чтобы она все вот нарастала единственное в этом году я не вижу уже везде у всех ягоды висят а у меня ягод нет причем в прошлом году она крошечка вообще было я не знаю сантиметров 30 и она стояла с ягодами зима ушла с ягодами а в этом году моя пираканта не зацвела не знаю почему хотя если стричь и не стригу я сейчас ее просто вот именно формирую закрутками этих веток заворачиваю прищипываю на прищипках все вот они вот они вот прищипки формирую на эту сетку чтобы она загустила села у соседки сделала так и захотела себе тоже такую красоту вот у меня вот здесь еще один вид пища вот такой пятнистик укоренился думала не выживет выжил укоренился мы будем смотреть как он прям пятнистый пятнистый здесь я не знаю либо ему света не хватает он под хостой прям либо я не пойму но он не такой пятнистый как вот то что я видела у кого я взяла эту деточку вот этот желтая полосочка желтый кантик и желтый стволик но уже все равно он не так горит как он весной был в начале лета даже не весной в начале лета прошлого видео он был очень яркий вот так у нас лето переживает папоротник вот такие листики вот он скручивая не скручивается он не разворачивает листья они вот такие летом а осенью будет прям прям махнул махнатый махнатый это не жарко конечно жарко дождевание делаем каждый год ой каждый день потому что им очень жарко бедненькие мучаются сейчас конечно невзрачный такой какой он весной был и какой будет осенью буду снимать часть видео красоту он будет какой смотрите видео есть где я подстригла свое шелковицу прям подстригла юбочку вот такую сделаю посмотрите какие плети уже новые так я одни срезала они уже на земле лежали и сейчас старые уже опять лежат на земле опять надо выстригать застригать опять стричь вот а там я посадила плюш чтобы вот так видно чтобы он там зарос и прикорневая такая будет сочетание тоже очень должно красиво быть но надо опять состригать я говорю за счет жары конечно все стоит потому что невозможно вообще невозможно выходишь тут же мокрый жарко душно у нас трикондера в доме мы первый год включаем то все трикондера первый год у нас обычно мы чуть-чуть охладили и все у нас прохладно в доме все хорошо в этот год конечно просто просто вообще какая-то аномальная жара аномальный год он как пахнет хоста вот ну все за эту клумбочку буду заканчивать а также у меня еще вон пошла у меня же вон там был вот здесь вот здесь росла лиана как он глициния вот и я в этом году ее убрала потому что ей было уже около десяти лет и она так и не собиралась у меня цвести соседка отдала большой тоже взрослый взрослый куст огромную взрослую лиану обрезанную и она наверно в позапрошлом году она от сгнила именно с корня от корня сгнила но все мы выкинули ее думали все а она от корня пустила вот лианку дала вот мы опять заново начали делать хотим попробовать еще раз посадить ну дать дать ей возможность но это другая уже она даже по листам другая у меня моя та которая она другая была но вообще сиреневым должно цвести это я даже не знаю какой цвет будем смотреть пока вот так она такая небольшая еще зацветет зацветет не зацветет опять вы косим не привыкать ну все это клумбу буду заканчивать опять неровная такая это получилось не валяшка моя все-таки говорю какой этот пышный кустик хотя они в принципе одинаковые были единственное это одноствольная а это двухствольная и здесь два шарика решила ставить там один и все-таки это вот какая-то я не знаю то лучше гораздо то забитий хотя стригу одинаково к и стригу каждый ну каждый раз и одну и вторую стригу застригаю чтобы они набрали больше вот они зарастают да видно что вот они она все молоденькая вот они все веточки вот они молоденькие ну очень медленно это растет почему-то такая стрёмненькая ну ничего вот мы все за эту клумбу закончили вот а все